Я разговаривал с подростковой группой нашего центра о недавно произошедшем теракте в Калифорнии. «Почему в мире есть такие чудовищные люди?» – спросил меня один из них. Я раньше задавал этот вопрос и подросткам, и взрослым на классах и дискуссионных группах, которые я проводил. Ответы, которые я получал, потому что они попали под плохое влияние, потому что они душевно больны, потому что их социальное или экономическое положение заставляет их совершать теракты. А как бы вы ответили на этот вопрос вашим детям? Террористы могут быть душевно больны в некоторых случаях, но далеко не все из них имеют психические болезни. Евреи в местечках веками жили в нищете и не становились террористами. Человек может стать чудовищным не потому, что его научили плохим вещам, а потому что его не научили хорошим. Злодеями становятся не потому, что попадают под плохое влияние, а потому что не попадают под хорошее. Выросший сам по себе в лесу не станет высоко моральным человеком. Для того, чтобы человек стал хорошим, необходимо его этому научить. Мы в западном мире привыкли к роскоши того, что живем в среде, которая веками воспитывала людей с определенными канонами поведения. И эти каноны стали для нас привычные. В результате этого в последнее время появились идеи о том, что моральные принципы сами по себе очевидны или даже природны. Благодаря этому обучение этим принципам потеряло важность в глазах людей. Если они очевидны, зачем их обсуждать? Зачем родителям рассказывать своим детям о них? И зачем детям слушать то, что родители им говорят и то, чему они их учат? Мы же все хорошие сами по себе. Надо просто смотреть, чтобы не было плохих влияний. А хорошие-то природны. Отвечая на вопрос подростка, я пояснил, что именно поэтому мы в нашей синагоге, ваши родители, ваши учителя обучают вас, как правильно себя вести. И этим важно понимать, что не все, что природно, правильно. Злодеями становятся не психически больные люди, не те, кто попадают под плохое влияние, а те, кто необузданно следуют своим природным желаниям. Наши природные желания часто являются чисто животными. Талмуд говорит, что чем более велик человек, тем сильнее животное внутри него. Раби Менахам Менделл из Коцка говорил, чтобы вести большее сокровище, кучеру нужны более сильные лошади. Но горе кучеру с этим великим сокровищем, если он едет туда, куда этим лошадям вздумается бежать. Субтитры создавал DimaTorzok